Добрый день, уважаемые коллеги! Разрешите представить вашему вниманию доклад с популяцией гамма-дельта клеток у пациентов старших возрастных групп. Что из себя представляют гамма-дельта-Т-лимфоциты? Это небольшая популяция Т-лимфоцитов, присутствующая в периферической крови. В состав Т-клеточного рецептора этих клеток входит две цепи, гамма и дельта, в отличие от традиционных Т-лимфоцитов, большинство которых Т-клеточный рецептор построен из альфа- и бета-цепи. Таких клеток в периферической крови немного, примерно 10%, может быть, чуть больше процентов от всех циркулирующих Т-клеток, но содержание этих клеток может быть достаточно высоким в тканях. Среди всех клеток гамма-дельта-Т-лимфоциты, среди иммунных клеток, гамма-дельта-Т-лимфоциты занимают промежуточное положение между клетками врожденного и адаптивного иммунитета. Наряду с альфа-бета-НКТ клетками гамма-дельта экспрессирует Т-клеточный рецептор и выполняют цитоксическую функцию наряду с НК и НКТ клетками. По тому, какие локусы будут включены в гамма-цепь, в дельта-цепь, существует несколько популяций гамма-дельта-Т-лимфоцитов в зависимости от того, какая дельта-цепь будет использована. Наиболее представительные в периферической крови – это гамма-дельта-Т-лимфоциты, у которых использована дельта-2. Он часто комбинируется с гамма-9 локусом и пребывает в крови. Остальные популяции были обнаружены в тканях, но не все дельта присутствуют, ибо исследованы только вот эти 1, 3 и 5. По экспрессии маркеров CD4 и CD8, которые характерны для Т-клеток, гамма-дельта-клетки, с ними такая ситуация. Большинство гамма-дельта-клеток не экспрессируют привычные для Т-клеток маркеры ни CD4, ни CD8. Однако небольшой процент гамма-дельта-клеток экспрессируют CD8, ну и совсем немного экспрессируют CD4. Из распознающих рецепторов гамма-дельта-Т-клеток, ну основной, это, конечно, его Т-клеточный рецептор, который гамма-дельта-типа, этот рецептор Т-клеточный распознает антигены, которые не будут представлены в комплексе MHC, как это делают привычные альфа-бета-Т-лимфоциты, а распознает патогены без этого комплекса, и, как правило, это фосфоантигены. Еще на поверхности гамма-дельта-Т-клеток экспрессируется рецептор натуральных киллеров НКG2D, который распознает стрессорные молекулы МИКа и МИК-Б. И, как на многих клетках организма, гамма-дельта-Т-клетки экспрессируют полуподобные рецепторы, которые распознают много всяких легандов, среди которых вирусные гликопротеины, одно- и двухцепочные РНК-вирусы. Кроме распознающих рецепторов на гамма-дельта-клетках, рецепторы, которые участвуют в клеточной цитотоксичности, и белки, которые участвуют в клеточной цитотоксичности, тем самым осуществляя прямую противовирусную функцию. Кроме того, на гамма-дельта-Т-клетке имеют и другие рецепторы, синтезируют другие цитотокины, которые участвуют в других функциях или непрямых антивирусных механизмах. В общем и целом, функции гамма-дельта-клеток можно определить следующим образом. Они участвуют в виде цитотоксичности в ответе на вирусы и внутриклеточные бактерии. Они также участвуют в иммунном надзоре за гематологическими новообразованиями или солидными опухолями. Они также являются медиаторами про- и противовоспалительных реакций. Кроме того, гамма-дельта-клетки участвуют в активации других клеток. Это и Т-альфа-бета-клетки, и Б-клетки, участвующие в иммунном ответе, и замечены в участии в регенерации тканей. В качестве прямого противовирусного действия гамма-дельта-клеток можно выделить то, что эти клетки секретируют и синтезируют цитотоксические медиаторы перфорин, гранзимы, гранулезины. Гранзим-Б, который больше характерен для гамма-дельта-клеток, он инициирует путь активации апоптозы, независимый от активации КАСПАС. Гамма-дельта-клетки также экспрессируют и другие рецепторы клеточной токсичности, и были выявлены участниками антилозависимой клеточной токсичности посредством экспрессии маркера CD16. Кроме того, гамма-дельта-лимфоциты синтезируют различные цитотокины, химокины и выступают в роли клеток, презентирующих антиген. Кроме того, гамма-дельта-лимфоциты могут в качестве Т-фолликулярных хелперов активировать и Б-лимфоциты. Велико участие гамма-дельта-Т-клеток в защите слизистых. Благодаря их цитотоксической функции и их способности активировать другие лимфоциты, они оказывают серьезное влияние на развитие иммунного ответа к тем патогенам, которые проникают через слизистые. Некоторые популяции, в частности, дельта-1 клетки, они больше чувствительны к стрессорным молекулам, а дельта-2 клетки более чувствительны к микробным агентам. С возрастом тоже интересная ситуация изменения количества гамма-дельта-Т клеток с возрастом. При рождении у младенцев наблюдается такая картина, что дельта-2 клетки, они среди всех гамма-дельта клеток занимают небольшое положение. В основном у младенцев присутствует дельта-1 популяция. Но после рождения, при встрече с разными видами патогенов, количество дельта клеток увеличивается примерно до 10-летнего возраста и сохраняется до 30-летнего возраста достаточно высоким. То есть среди всех гамма-дельта-Т лимфоцитов примерно 75-80% занимают дельта-2 клетки. Затем их количество снижается, дельта-2 клеток, и неснижаемыми, а кроме этого они могут немножечко увеличиваться, это дельта-1 клетки. Но поскольку дельта-2 занимали большое положение в периферическом процентном положении, то, в общем, количество клеток будет снижено с возрастом. Почему возник интерес к изучению этих клеток в периферической крови? Дело в том, что гамма-дельта-лимфоциты, но будучи клетками в основном тканевыми, способны к рекрутированию в ткани для усиления защиты от вторгающихся патогенов. И замечено было то, что они могут удерживаться в кровотоке для того, чтобы ограничить периферическое воспаление или усиление реакции на злокачественные новообразования. Чем же интересны гамма-дельта-2 клетки у пожилых людей? Дело в том, что у пожилых, как правило, у людей с возрастом развивается провоспалительный статус, который характеризуется высоким уровнем разных провоспалительных маркеров. И в пожилом возрасте активность адаптивных механизмов несколько снижается, а факторы врожденного иммунитета, они, наоборот, приобретают большую значимость. А поскольку гамма-дельта-2 клетки являются промежуточными между адаптивными и врожденными клетками, а также обладают про- и противовоспалительной активностью, их роль, в общем-то, достаточно заметна при различных воспалениях у пожилых. Гамма-дельта-клетки, поскольку они клетки редкие для малых в крови, их определение в тканях больше, но определение заструднено тем, что достаточно сложно этот биологический материал получить. Кроме того, даже если определяемые в крови эти клетки, то определение их связано с высокой стоимостью молокональных антител к этим рецепторам. И сведения, которые получены при изучении гамма-дельта-клеток, они в основном проведены на мышах, на моделях и пока не подтверждены исследования у людей. Теперь разрешите несколько исследований, которые проведены, продемонстрировать, как же гамма-дельта-теллимфоциты изменяются у пожилых пациентов. Для этого работа была разбита на несколько этапов. Это часть работы. Мы у пожилых пациентов, у пациентов старших возрастных групп наблюдали в периферической крови группу клеток, которая имела фенотеп CD3+, 4-8+. Затем была проведена корреляция, то есть одновременно определяли фенотип CD3+, 4-8- и ТЦР+, в пробах. И затем исследовали гамма-дельта-теллимфоциты у пациентов с дисбактериозом и у пациентов с геликобактерной инфекцией. Для исследования использовался метод проточной цитофлюриметрии, использовался иммуноферментный метод для определения антител геликобактеру и микробиологический анализ для оценки степени дисбактериоза. Объектами исследования служила периферическая кровь пациентов, которые были разделены на группы в соответствии с возрастом. Итак, у пациентов старших возрастных групп в крови появляется некая популяция, которая фенотипически обозначается CD3+, 4-8- И этих клеток было достаточно много, гораздо выше нормы во всех возрастных категориях, однако имела тенденцию к снижению, небольшую тенденцию. Затем была отобрана группа пациентов в количестве 85 в возрасте старше 60. Эти пациенты были поделены на две группы. В первой группе были пациенты, у которых кроме сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний присутствовали различные заболевания, связанные со спалением слизистых, это и ЖКТ, и бронхолегочного тракта. А в второй группе были пациенты, у которых таких сопутствующих заболеваний выявлено не было. Так вот, в первой группе было выявлено то, что процент повышенных показателей CD3+, CD4-8- был достаточно высоким. Во второй группе этот показатель был гораздо ниже. При оценке степени корреляции между количеством клеток с фенотипом 3+, 4-, 4-, 8-, и с фенотипом 3+, это ЦР, гамма, дельта, плюс, была обнаружена высокая степень корреляции, то есть проводили одномоментное определение ДНТ и гамма, дельта клеток в одних и тех же пробах. И цифры, в общем-то, совпадали в каждой группе. Здесь на примерах цитофлюорограммы показано, как расположена сопопуляция двойных негативных и как расположена сопопуляция клеток с Т-клеточным рецептором гамма-дельта типа. У них достаточно высокая экспрессия CD3+, рецептора. А также на этих клетках не обнаружены сопопуляционные маркеры CD4 и CD8. При изучении гамма-дельта клеток у пациентов с дисбактериозом было выявлено, что при третьей степени дисбактериоза у пациентов в старше 60 количество гамма-дельта клеток было значительно выше, чем при других степенях дисбактериоза и в норме. Затем были отобраны пациенты с третьей степенью дисбактериоза молодого и пожилого возраста. У молодых пациентов среднего возраста также были обнаружены высокие показатели гамма-дельта клеток. Они были высокими и у пожилых пациентов, но имели тенденцию к снижению. И обе подгруппы отличались от нормы, были повышены. С заболеваниями желудка пациенты исследовались. Основную группу этих пациентов составили те, у которых были подтвердены эндоскопически различные заболевания желудка или 12-перстной кишки, и был выявлен высокий тетр-антител геликобактеру. А контрольную группу составляли пациентов, у которых не подтвердились воспалительные заболевания ЖКТ, и были невысокие или отрицательные титры антител. В основной группе количество клеток гамма-дельта было значительно выше нормы. Во второй группе тоже наблюдалось некоторое повышение, но оно не было столь высоким, как в основной группе. Таким образом, можно сделать выводы, что гамма-дельта клетки – это важный компонент иммунной защиты, особенно для контроля защиты слизистых оболочек. Кроме того, гамма-дельта лимфоциты может быть предложен как маркер воспалительных заболеваний на слизистых, а для пожилых людей определение такого маркера можно использовать для оценки воспалительного статуса. Спасибо за внимание.